В отделениях соцзащиты сегодня, как и все последние дни, неимоверный ажиотаж. Люди приносят документы для получения субсидий на тепло. Кое-где очередь занимают еще ночью, и все равно в заветную дверь входят не все. Хотя сделать это можно легко и просто. Отделение соцзащиты Московского района столицы. Сейчас прием ведется по 12 часов, без перерыва на обед. И даже по субботам все пришли сюда по одному и тому же поводу оформить субсидию. Здравствуйте. В семье Зульфия Егошина и три человека. Папка документов на субсидию солидная, но одного документа все же не оказалось. Дочь институт закончила и пока нигде не работает. Поэтому семья нам от помощи претендовать не может. Нужно встать на учет в центр занятости и оттуда привезти справку. И прийти снова. Неприятно, что я не знала изначально, как у полной перечени этих документов. Пару раз пыталась дозвониться, но трубку не взяли, было занято. На доске объявлений перечень документов. Он в два раза больше, чем указан на обороте счет фактуры. Вплатежки только основные, но поскольку ситуация у всех разная, то и справки всем разные придется сдавать. Поэтому не лишний почитать постановление Кабинета министров. Его номер указан. Если мы законные читаем, мы читаем только то, что мы хотим в них прочитать. Почему-то граждане прочитали один пункт, но никто из граждан не дошел до пункта номер 6, где указано 19 документов, которые вы обязаны предоставить в бумажном виде. Это буквально следующая страница. И у нас новая волна. Я пришла с паспортом, я прочитала 210-й закон. Вы обязаны все эти документы вместо меня получить. Абсурдных ситуаций много. К тем, кому за 60 приходят домой, но не застают, потому что пожилые уже на приеме в соцзащите. Многие просто не прочитали, что им приходить не надо. Вот и получается столпотворение. Татарстанцы буквально штурмуют офисы. В Челнах очередь занимают даже ночью. Связи между датой вашего прихода и объемом субсидирования никакой. То есть мы постоянно говорим о том, что даже если вы придете 30 ноября, мы все равно вам заплатим с 1 сентября. Но субсидию имеют право и те, кого отапливает Казэнерго. Им деньги дает городской бюджет уже 5 лет. Только там нужен другой пакет документов. Альбина Батышна, Арат Каюн, Вести, Татарстан.